В Бирюлеве начались погромы после убийства местного жителя, выходцем с Кавказа. Так, на прямой связи со студией наш корреспондент Николай Воропаев. Коля, так рассказывай, что там происходит. Ситуация, я так понимаю, вышла уже из-под контроля. Вика, вышли из-под контроля, это еще что называется мягко сказано. Пока местные жители общались с полицейскими и представителями управы, группа из ста или двухсот молодых людей решила действовать самостоятельно. Они направились к находящемуся здесь неподалеку торговому центру Бирюза, где, как говорят, торгуют мигранты. Достаточно много точек торговых. Ну, собственно, они попытались сломиться внутрь, мигранты закрыли двери, но они были проломлены, буквально сломили жалкое сопротивление, которое пытались им оказать торговцы. Ворвались внутрь и принялись избивать мигрантов. Собственно, здесь сейчас толпа, около ста или двухсот или трехсот человек, а, собственно, после чего они ворвались внутрь, прошли по торговому центру и убежали, видимо, вышли с другой стороны. Сейчас здесь толпа из двухсот-трехсот местных жителей. В торговом центре, похоже, начался пожар, потому что из его дверей валит дым. Но вот прошло уже 15 где-то минут после, собственно, нападения, и полиции пока не видно. То есть тут приезжают автобусы, но сотрудники, только единичные сотрудники близко не приближаются. Ну и вот, что говорят об этом местные жители. Скажите, пожалуйста, смотрите в камеру. Господину Путину пора уже всех скинхедов амнистировать, которых он посадил за предыдущие годы. Создать штурмовые отряды, этнические чистки проводить в Берелево и других районах Москвы. Ну вот такие вот настроения, вот такие вот настроения в Берелево. Коля, скажи, были также сообщения, что в Берелево приехал глава столичной полиции Якунин. Видел ты его? Что он говорил, если видел? Все, будем считать, что.